Для украинской журналистки Жанны Чучман жизнь замерла в день, когда Россия вторглась в Украину. Иногда я просыпаюсь и не могу понять, какой сегодня день, но я четко помню, какой сегодня по счету день войны. Это ужасно. Жанна Чучман живет в Аргентине последние 16 лет. В Украине у нее осталась семья. О ней и судьбе Украины Жанна переживает каждую минуту с момента российского вторжения. С наступлением этой масштабной войны у нас началась совершенно другая жизнь. Я звоню своей семье по телефону маме и бабушке. Каждый день я и мои друзья в Украине устраиваем перекличку – убедиться, что все еще живы. Необходимость этого просто чудовищна. По словам Чучман, ее эмоциональное равновесие сегодня зависит от того, смогла ли она дозвониться до мамы и бабушки по телефону или мессенджерам. Больше всего она боится, в один день родные не снимут трубку. Иногда я дозваниваюсь до них часами, многократно набирая их номера, раз за разом. Быстро дозвониться уже невозможно, линии всегда перегружены. Бывают дни, когда я звоню каждые полчаса, и все, не могу дозвониться. Сегодня Жанне удалось связаться с сестрой, которая смогла бежать из Киева. Я спросила у нее о том, как у нее дела. Она рассказала, что сегодня ей не удалось дозвониться ни до мамы, ни до бабушки, но ей удалось поговорить со мной. Она также рассказала о том, как добралась с дочкой и внуками, и другими беженцами до Польши. Мать и бабушка Жанны не могут бежать из Украины из-за слабого здоровья. Больше всего меня мучает то, что я не с ними. Я знаю, что могла бы помочь маме и бабушке, но я также знаю, что оттуда, где я сейчас, я делаю все, что могу для своей страны. До пандемии Чучман часто навещала свою семью в Украине. Теперь, когда идет война, она часто задается вопросом о том, увидит ли она снова близких. Я боюсь, что в Украине мне будет некому возвращаться. Через несколько дней после интервью «Голосу Америки» Жанна села в самолет с гуманитарной помощью, вылетевшей из Буэнос-Айреса в Варшаву. Доставка груза с участием волонтеров была организована Аргентинской благотворительной организацией. В Польше Жане повезло, она смогла найти свою сестру. С момента их последней встречи прошло два долгих года, но это воссоединение было омрачено страхом за жизнь близких. Остающихся в родной Украине. Ни Жана, ни ее сестра не берутся загадывать, когда они смогут вернуться домой.